всем привет парни ну что ж давно уже у нас не было видео о ноутбуках и сегодня будет интересное видео мало того что я покажу вам в целом то есть доступный модель ноута взамен обычному компьютера так мы с вами еще из этого ноута и сделаем по сути этот самый компьютер подключим монитор мышку клавиатуру настроим и будем использовать вместо домашнего пока почему да потому что как бы но сегодня собрать пока в принципе даже стоит больше чем купить себе ноутбуки и сделать из него вот такой вот сетап и так чтобы сделать вот такой задуманный игровой геймерский компьютер для новинок нам понадобится игровой стол геймерское кресло мышка клавиатура наушники full hd монитор и также hdmi кабель и конечно сам ноутбук понятное дело что ключевыми здесь является монитор и ноута не стоит больше всего хотя знать бывает так что мышка с клавиатуры стоит больше чем сам монитор в общем раз уж вместо компьютера у нас будет использоваться ноутбук то он должен быть далеко не самый медленный и желательно чтобы уже затянуло там трипл и проекты без проблем ну и штаны вроде бы там к с тоже бы не помешало хотя бы 200 fps и моем случае я буду использовать модель victus 16 от компании huillard packard или сокращенной hp это линейка игровых ноутбуков с предельным по мощности железом в этой серии по крайней мере именно так производитель обозначает себе продукт в общем внутри находится тут стоит восьмиядерный 16 поточный процессор amd ryzen 75 800 и ждали видеокарта nvidia geforce rtx 360 для ноутбуков на 6 вирам видеопамяти и далее у нас идет 16 оператива 2 канале на частоте 3200 понятное дело что чисто ради интереса я раскрутил корпус ноута и внутри у нас в целом весьма знакомая картина и чем-то она мне даже очень напомнила серию оман от все той же hp в целом внутри у нас все устроено аккуратное видео чип и процессор имеет раздельный радиатор и есть дополнительное посадочное место под еще один ssd формате м2 а тот накопитель что уже идет предустановленный имеет объем 1 терабайт и это быстрый nvm ssd от компании samsung сверху на чипах видим что инженеры также закрепили медную пластину для отвода тепла это я думаю правильное решение все же скоростные накопители выделяют больше тепла чем обычные и то же самое насчет оперативная память она тоже фирмы samsung это же для нее есть медная подложка на тыльной части крышки короче внутри у нас абсолютно не к чему придраться друзья все продумано сам корпус ноута сделан из приятного на ощупь матового пластика окрашена он в синий цвет или если быть точным такой знаете темно-синий на нем легко остаются отпечатки пальцев и поэтому я часто протираю сам корпус потому что мне лично тяжело смотреть на эти следы это не является прям недостатком просто тоже чисто мои психологические проблемы я ненавижу следы от пальцев на любых поверхностях и везде дома все протирая вот настолько меня бесит это всю жизнь в общем то напишите в комментариях если у вас тоже есть такие дурацкие привычки в целом если забыть про всю эту марка с корпуса то дизайн hp виктор 16 вызывает принципе ну особо как бы спокойные чувства он одинаково хорошо смотрится что в домашних условиях что на рабочем месте в офисе и самое важное что мне лично не бесит это вот своими подсветками ненужными все у него как бы на месте а именно три порта юсб 3.2 1 юсб ситали у нас видео выход с hdmi кстати он нужен нам обязательно еще у нас есть сетевой порт rg45 далее комбинированный аудио разъем и карта ридера клавиатура и тачпад виктус 16 имеет в меру такие знаете звонкое нажатие на клавиши и набор текста не вызывает дискомфорта есть одноцветная белая подсветка и тачпад тоже большой и отзывчивым мы делаем напомню еще раз геймерское место и пользоваться будем только отдельной клавиатурой и мышкой и моем случае я подключу через юсб механическую клаву именно такую вот небольшую простую мышку ну а что насчет экрана то виктор 16 используется full hd и ps матрица частотой развертки 144 герц и откликом 7 миллисекунд данный экран отображает сто процентов цветов из палитры srgp что соответствует 81 проценту adobe rgb и в разных зонах экрана максимальная яркость составляет от 295 до 340 нит мне лично вот если вот судить на мое личное усмотрение понравилось как передает света данный 16-дюймовый дисплеем можно вполне комфортно за ним работать и прочее но еще раз напомню что мы делаем рабочее место с подключением отдельного монитора и по сути 90 процента времени нам придется смотреть именно в большой отдельно стоящий монитор на 29 помыли там 28 дюйма в общем это широкоформатный монитор и даже звук этот будет идти через наушники так что от данного ноута в данном случае нам нужна только аппаратная часть то есть его железо в данной истории у нас значит имеется восьмиядерный райзен 7805 800 то есть райзен 7 5800 age и видяха арте x360 с теплопакетом внимание в 90 ватт это и есть и самые ключевые детали на которые стоит делать основную ставку поэтому видеокарты и процессор занимает большую часть производительности и не только в плане игры но и в работе это тоже важная деталь например мощность а арте x360 можно отлично использовать в работе с 3d приложениями нос там вот вроде автокады или моделировать через блендер или если вы занимаетесь фото то работать через photoshop ну а что насчет игровой производительности то тут помимо трассировки лучей и тензорных ядер есть также поддержка сглаживания дел сс и плюс к этому еще здесь присутствует nvidia рефлекс для сокращения задержек и конечно nvidia broadcast для стримеров все это замечательно упрощает жизнь не только профессиональным киберспортсменам но и стримером но и для обычных людей вроде нас это тоже весьма полезные возможности в общем друзья наверное давайте уже начнем подключать ноутбук монитору и сперва подсоединяем hdmi кабель к ноуту следом подключаем в этот же то есть в этот же разъем hdmi на самом мониторе и сразу перед нами появляется рабочий стол на этом рабочем столе можно сделать экран допустим клонировать можно его расширить можно оставить только монитор и например полностью выключить ноут то есть потушить экран ноута при закрытии крышки ну в общем то в любом случае здесь уже вам виднее что с ним можно сделать я оставляю просто порой только работающий монитор или просто клонирую но в любом случае это повышение fps лучше все-таки использовать один экран монитора есть у вас дома есть большой длины коврик то тоже можно его как бы использовать при помощи то есть для этой же мышки что вообще думаю как бы в обязательном порядке нужно сделать и по сути теперь сам ноут как бы нам готов нам служить верой и правдой и случае если нужно куда-то ехать вам или скажем там на учебу отправиться то просто отсоединяем hdmi кабель и все забираем с собой ноут в дорожку до понимая все это довольно банально я придумал в этом видео но цель была такая что показать вам что имеет дом монитор клавиатуру с мышкой можно из любого ноута сделать по сути домашний пока в общем то я думаю вам понятно как это все работает теперь давайте все-таки протестируем парочку там не знаю проектов и первым делом запустим что-то из киберспортивного и пусть это будет counter-strike тут на высоких full hd примерно 250 300 или даже не знаю там 400 кадров одним словом и все нас запасом и хватит даже на 10 counter-страйков но не в этом суть а в том чтобы теперь как бы вам не придется сидеть скрутившись над экранчиком ноута и можно спокойно играть на большом мониторе с мышкой и механической клавиатурой не думаю что я открыл прямо сейчас для вас америку для большинства зрителей но есть люди кто еще не очень в теме и вот для них такое решение будет весьма полезным окей ладно давайте едем далее и теперь давайте запустим еще одну геймерскую тему это rainbow six сеть что из тут как бы я выставил все те же настройки ультра full hd и видим с вами примерно 160 180 fps включенным дело связь в режиме производительность напомню что целью было получить как раз примерно 160 кадров под монитор на 165 герц и как видим в основных то есть тайтлах именно каких-то не задам киберспортивных все в порядке но можно на время отойти от сетевых шутанов и проверить что-то очень свежие например это будет 6 far cry так настройках я опять-таки выкручиваю все на максимально допустимые значения включаем трассировку лучей также включаем тело с производительным с таком случае можно констатировать ну примерно 60 fps с небольшими просадками до 55 или наоборот поднятиями до 70 и кстати хотелось бы чтобы зрители обратили внимание на температуру железа она в целом поднимается в некоторых проектах до 82 возможно 83 градусов и мне кажется это как бы ну хороший результат но хотя вот в большинстве случаев это 79 80 процессор тоже всегда находится на своей пиковой частоте труд лица ему точно не приходится поэтому система охлаждения victus 16 справляется с температурой и это очень важно ведь обычно компании не сильно знаете ли переживает за температуру своего ноута и важно продать продукта там уже она пусть люди сами мучаются со своими 90 градусов и выше вот так вот именно и бывает в жизни но кей ладно этим далее давайте запустим в конце наверно еще киберпанк тут я выставил как бы по традиции все настройки на запредельной с трассировкой и дело с режиме производительности в целом видим тут как бы ну нормальный 60 fps небольшими просадками до 55 или поднятиями до 70 закрытых локаций то есть я насколько помню протестировал там порядка 6 или даже больше проектов там были современные вроде far cry или киберпанк и также были мультиплеерные вроде киберспорта там call of duty и rainbow 6 и везде как бы сегодня вдаваться прям сильно подробности то суммируя увиденное можно спокойно рекомендовать данный ноут под любые из этих проектов без проблем везде можно получить на этой модели 60 или больше кадров в секунду на ультра с трассировкой лучей и подводя итоги я бы хотел сказать следующее ноутбук hp victus 16 получился сбалансированным по всем параметрам продукт мне понравилась температура железа внутри она невысокая мне понравился экран с довольно хорошей цветопередачей в общее качество сборки и материалы корпуса тоже я думаю на достойном уровне до хотелось бы конечно чтоб чуть менее марки был корпус чтобы он вообще не оставлял следов но это уже мои личные проблемы нужно просто чаще мыть руки в общем спасибо друзья что смотрели это видео если вам понравилось то поставьте лайк и сделайте подписку на канал наконец-то уже увидимся с вами уже скоро всем еще раз я желаю не болеть и до новых встреч всем удачи и пока пока